Салам алейкум ва рахматуллах и варикатух. Дорогие братья и сестры, ну вот люди часто меня спрашивают, Нур, ты где работаешь? В Мекке. Я уже сюда приехал 7 лет назад. До этого я приезжал на умру, на хач. Мы работали в хач, в сфере умрой занимались, то есть долгие, долгие годы. И я всегда мечтал сюда переехать. Я ждал, наверное, больше пяти лет я, наверное, ждал до этого. То есть мне обещали, 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 сделаем визу, сделаем визу. В оконцовке не сделали мне. Те, которые люди обещали, они не смогли сделать. Аллах дал с другой стороны уже. Мы с Египта, три человека, один брат чеченец, муслин, один брат лесгин. Мы поехали, мы получили визы. Все-таки, наконец-то, мы через Египет отправляли и мы втроем приехали. На одной фирме нас взяли, на одной фирме устроили на работу. То есть мы числились там, числились в этой фирме на балансе фирмы, а сами, например, жили и и учились и учились в Мекке. То есть ходили в мечети, учились у шейхов и что? Параллельно еще работали. Параллельно работали. Я вот сразу устроился с одной компанией. Уже я работал по отелям. А как это работать? Вот люди тоже спрашивают. Вот как работать по отелям? То есть смотрите, у тебя, у тебя, у вас, например, договор с компанией Holiday Inn. Понятно, да? У вас с ними договор. Вы приводите им клиентов и получаете от них потом агентские. Понятно, да? Вот это вот, то есть компания вам платит агентские. Уже с каждого приведенного клиента пожалуйста, эта система, она работает в принципе везде. Вот, например, кто-то рекламирует авиасейлс. Постоянно, вот летайте авиасейлсом, вот ссылка в описании, ссылка внизу. Есть же такие ссылки ставят. Вот это специальные ссылки, где в каждой ссылке закреплен его номер этого человека, который вас призывает, вас зовет. То есть вам дается реферальная ссылка и вы эту ссылку везде даете всем людям. Везде в блогах ставите, там у себя, на сайтах ставите, там в инстаграме ставите, вот эту свою ссылку и говорите, там ссылка в закрепе, там, да? Ссылка в шапке профиля, там, в этом, в этом. Или вот перейдите по этой ссылке. То есть люди переходят, заказывают авиабилеты, или заказывают отели, или заказывают билеты на поезда, или еще что-то заказывают. И все, что переходится по этим ссылкам, вот этому человеку, который с вами поделился своей ссылкой, ему компания платит агентский, понятно, да? Платит агентский компания. Потому что некоторые ребята вот пишут мне в комментариях, эээ, вот мы лошки, он на нас тут зарабатывает. Слушайте, на вас всю жизнь кто-то да зарабатывает. Вы идете за хлебом, вы что, покупаете, покупаете этот, муку или хлеб вы покупаете? Муку или, там, воду и яйца, и дрожжи? Вы скажете, нет, я цену хлеба не буду платить. Я буду платить только за муку и за дрожжи. Причем за муку я должен платить по себестоимости. Где вот они взяли, где они купили, сколько она стоит. Согласитесь, это, ну, это плохое, этот, как бы, этот, плохое сравнение. Но оно, они так тебя подталкивают к этому. Они тебе говорят, вот он рекламирует Саудовской Аравии переехать и делает нам визы и на этом зарабатывает. Ребят, я здесь уже 7 лет, 7 лет. И сколько мы виз делали людям, да? Сколько рабочих виз, сколько бизнес виз, сколько еще каких-то виз. То есть, клиент тебе говорит, я вот за твою работу, например, сколько я тебе, брат, должен. Пожалуйста, плати за работу. Платит человек, ты получаешь агентский от него, от этого брата, за твою беготню, за твою суету. То есть, ты же не будешь же бесплатно бегать. Вот 100 человек получило бизнес визу у нас, например, рабочую визу. Приехали по рабочей иконке. Мы нашли фирмы. Мы договариваемся с арабами, с компаниями. И людей привозим, оформляем все документы. В Москве у нас тоже там в визовом центре люди работают, да? Делают договора, делают все бумаги, справка о несудимости, справка такая, справка вот такая. Потом мы там билеты делаем, да? Подыскиваем варианты. В общем, вот это все. Скажите, пожалуйста, это должно оплачиваться или не должно оплачиваться? Вот тот человек, который все пишет там мне. Мы лохи, ты походу, ты там зарабатываешь на нас. Послушай, дружище, чтобы 100 человек довести до точки, 100 человек довести до точки, чтобы они сюда приехали. Ты знаешь, какая работа ведется, грандиозная ведется работа. И это работа не одного дня, это работа трех месяцев. Три месяца ты с этим клиентом на связи. Постоянно. Тебе нужно это сделать. Тебе нужно вот это сделать. Тебе нужно вот это сделать. Туда пойти, вот эти бумажки собери. Если не можешь, давай вот этих людей подключим, которые за тебя сделают вот эту бумагу. Потом пошли в медкомиссию, поехали в больницу, поехали сюда, поехали сюда. Вот это все должно быть бесплатно? Ребят, скажите, пожалуйста, любой туроператор, туроператор, любой с вас берет цену. А ну что, цену берет? И ничего не зарабатывает? Любая компания, которая предоставляет какие-то услуги, она что, ничего не должна зарабатывать? Любой производитель, который что-то производит, он ничего не должен зарабатывать? Тогда закрыть все надо. Все, судный день начался, ребята. Согласитесь сказать, все, судный день начался, никто ничего не платит, никто ни за что не должен платить, никто ни за что не должен отвечать. А все должны работать, все должны пахать, вот чтобы вот этого человека привести, который пишет, вот мы, значит, ложки, нас разводят. Да кто тебя разводит, кому ты нужен? Товарищ, брат, человек, опомнись. Ну, бывает, бывает. Я не знаю, это что подталкивает людей на описание вот таких комментариев? Что его подталкивает? Зависть? Ревность какая-то? Или, я не знаю, глупость? Ну, много же всяких этих, может быть, у человека тараканов в голове, и вот он не знает, что делать уже, просто пишет и пишет, строчит и строчит. Ну, а как ты хочешь выстраивать отношения, товарищ? Как ты хочешь выстраивать отношения с людьми? Как ты хочешь, чтобы у тебя брали что-то, или тебе помогали? Ты хочешь все бесплатно? Вот у нас один брат тоже приехал, он начал кричать, я мухаджир, я мухаджир, мне все, король, мне должен все здесь дать бесплатно, я же мухаджир. Русский брат принял ислам, но у него что-то, чуть-чуть у него понимание неправильное. Я мухаджир, я приехал, мне должны отель бесплатно, мне должны это бесплатно, мне должны вот это все бесплатно. Я говорю, брат, ты опустись чуть-чуть? Опустись, и не надо бросаться вот этими словами, что ты мухаджир. Не надо бросаться такими словами, потому что это великие слова, это намерение должно быть твое, правильным должно быть, ради Аллаха ты должен сделать, а дальше Аллах тебе облегчит, может тебе Аллах пошлет людей действительно, которые примут тебя, но ты веди себя достойно, все, комнату проверили, вот моя работа, вот я кстати, я сейчас отключился, переключился, вот я принимаю, принимаю ключи, вот отель, например, поступил заказ, поступила заявка, то есть я на телеграме у себя выставляю объявление, просто объявление ставлю, я говорю, вот такая комната я вам могу сделать дешевле, чем в букинге, что ты будешь платить? В букинге 200 реалов, ты мне заплати 110 реалов, да, все, мы проведем, вот все, официальные документы, вот ключ получили, вот это получили, все, отель заинтересован в нас, в наших посредниках, он заинтересован, что мы приводим клиентов, живых клиентов, естественно, отель он будет делиться, он не будет скупиться, и так это любая фирма, любая фирма, которая умрой занимается, вот, например, вы хотите умрой заниматься, или, например, у вас есть много знакомых, пожалуйста, скажите, вы хотите на умру? Сейчас я вас сведу с братом, он вам предоставит пакет, вы поедете на умру, то есть, когда этот человек, клиент, который вы привели, он оплатит, ваш клиент, вот этот человек, он оплатит фирму, фирма даст денег, 50 долларов, то есть, вы хотите вот заработать, отправите в день, в месяц, отправите 10 человек, вы заработаете 500 долларов, просто своим знакомым, близким, разговаривайте с ними, общайтесь с ними, с имамом, с каким-нибудь договоритесь, какую-нибудь брошюрку сделайте и прочее, прочее, скажите, вот, кто на умру хочет, пожалуйста, фирма вам даст агентские, понятно, да? Вот, смотрите, вот у меня сейчас один клиент сегодня приезжает, я вчера просто выставил объявление, и один человек сразу появился, вот здесь вот фирма, уже заказ, видите, у фирмы, видите, сколько ключей, это уже компания, это уже компания, понятно? И вот таких у нас выстраивается очень много, раз, 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 когда компании приезжают, это вот индивидуальный подход, человек приехал, да, там вот компании, понятно, да, вот и все, работа такая.